Свинья с рогами выводился грудь, не плачь, не ты с самым пред первым боем назначила кровавой честь и путь. Тогда в тяжелом предчувствии разлуку супруг простер в тебе торжественную руку, владеть за свою руку, слеза подростки, но знамя черное, свободой ваше мне. Как Аристоги Тор, он меч убил, он всех чурился и падше совершил великое, святое дело. Я хочу вам сказать немножечко. Дело в том, что вот зять у нас в Греции живет в городе Верия. Он горец, горец. И вот там эти все горцы, горцев боялись в Туркии. И именно вот как она прочитала стихотворение, греки-горцы участвовали в освободительной борьбе. И сегодня мы все свободные. Греция в сердце моем. Дорогие друзья, у вас есть еще одна прекрасная возможность наполнить нашим бокалом. Еще раз поднять пузо за эту многовековую дружбу. За мир в наших домах, в нашей семье. Дай Бог, чтобы у каждого из нас были здоровые родители, были счастливы наши дети и внуки. И от души от сердца, думаю, каждой из вас, и пожелание присоединиться с воном ваших бокалов и служебов. За нашу многовековую дружбу. За народ России, за народ Греции, за все семьи, которые живут в наших народах. Мы поднимаем этот тост еще раз с праздником, с началом большого пути, который называется Год России в Греции. Год Греции в России. Встречайте, телевака. Спасибо. Я бы хотел сказать несколько слов, что, конечно, Россия и Греция, у них тесные связи и культурные, и религиозные, и спортивные, и музыкальные, и так далее. Следующую песню, которую я хотел бы спеть, я ее написал под вдохновением, конечно же, и духовно-патриотического воспитания, и под вдохновением рассказов моей бабушки, Ирины Дмитриевны, которой скоро 90 лет исполнится. Дай Бог ей здоровья. Она мне очень часто рассказывала, с какого города, в какой гнали наших предков. И, в конце концов, из Трапезунда, когда переправлялись в Новороссийск, как она, ее мать, прабабушка Парфена, у нее был отец священник и так далее. Вот эти все истории. И в дальнейшем, когда я побывал, допустим, на острове Кипри, я не знал, как вообще писать о России и о Греции. Это две родины, но, конечно, Россия родина моя в первую очередь. Но в этой песне я как раз хотел выразить свои чувства. Ирина Дмитриевна, в первую очередь. Ирина Дмитриевна, в первую очередь. Что западом расправлена, в первую очередь была Византина, родина отцов моих. Какое утешение принесла Ты вас нашим братьям помогла Духовное богатство и неземное царство Россия от Византий приняла Духовное богатство и неземное царство Россия от Византий приняла Россия, матушка моя, воскресла ты от сна Если не веру, заходи у нас она одна Россия, родина моя, Господь тебя хранили Ты нас согрела, сберегла тебя Бог не предадим, Россия, православная моя Бог не предадим, Россия, родина моя, Господь тебя хранили Бог не предадим, Россия, родина моя, Господь тебя хранили Духовное богатство и неземное царство Россия от Византий приняла Бог не предадим, Россия, родина моя, Господь тебя хранили Еще раз всем с праздником Будет замечательным быть вести от СССР в Литве Поэтому я шлях С Божьей помощью В комбинировании три умения Нам нужно конечно охранить эту веру в Литвы Нам нужно бороться от наших президентов, от наших президентов, чтобы запад славы не раздравил нашу державу. Звучит музыка. Звучит музыка. Каким-то образом сделать так, чтобы вы были от кого-то зависимы. И вы знаете, ведь недаром говорят, что как и в истории греческого народа, так и в истории российского народа, ну такое мало кому, даже невозможно это сделать. Невозможно потому, что, в том числе и потому, что у нас есть наши корни, которые, традиции, которые мы свято чтим, соблюдаем. А говоря о тех людях, которые несут за собой, да, вот это чувство уверенности завтрашнего дня, мы прежде всего говорим всегда о нашем старшем поколении. Сегодня радость этого замечательного события вместе с нами разделяет замечательный, почетный человек, почетный педагог, ветеран труда Мария Дмитриевна Попова. И мы очень благодарны, что вы нас сегодня приветствовали. И замечательная человек, для женщины, у которого очень много светлого, хорошего, принесла в эту жизнь. Благодаря дарность и низкий поклон от всех наших друзей, от всех гостей за наш труд. И если, Мария Дмитриевна, вы что-то сможете сказать нашим гостям из гостей, вас дышит. Большое спасибо. Сегодня, дорогие уважаемые гости, мы празднуем знаменательные события. Это две дни и год Греции в России и Россия в Грецию. Что хочу сказать? Что мы с древнейших времен, наши русские люди, русский народ, был очень близок к Греции и Грекам. А почему мы не будем? Ведь мы по духу, по своему православию и своей христианской религии очень близки. И это близок к нас. Еще больше сближает. Проходят столетия, проходят годы, столетия. Но наша дружба крепнет. Правители меняются, правители государств меняются. Но дружба народов, братская дружба, чувства этой дружбы никогда не были изменены. Я хочу еще сказать, что пусть живет, здравствует это содружество наших стран, Греции и России. Пусть живет и крепкая дружба. А как иначе, иначе будет дружба. Пусть она живет и мир, крепкий мир и дружба. Я хотела бы сказать многое, но что-то волнуется. Сегодня и навсегда эта дружба сохранит. Да, ее сохранят народы наши дети. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, дорогие даши, еще раз мы поднимаем этот тот засказанный. За эту многовековую дружбу и дай Бог, чтобы еще раз каждому из вас сопутствовала удача. Чтобы в семье был покой, чтобы был достаток. Чтобы мирное небо над головой озаряло наш дом и общий дом. И я еще раз хочу сказать, что сегодня на самом деле действительно мы даем старт, большой стопете. Год Греции в России, Россия в Греции. Еще раз с праздником. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С'Аγαπώ, γιατί είσαι, Оленя, С'Аγαπώ, γιατί είσαι, Оленя, С'Аγαπώ, γιατί είσαι, Υπότιτλοι AUTHORWAVE 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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE